Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Инвестиции в деле. Бобруйск принял 14-й международный экономический форум. Мы приглашаем всех вкладывать деньги в наш регион, а мы со своей стороны готовы оказать всяческое содействие. О чем договорились. Включите свет в Белоруссии стартовала акция «Внимание, дети!». В среднем 80% несовершеннолетних получают травмы на дорогах в теплое время года. Какой штраф? Тетради в сторону. Мне сегодня достаточно грустно расставаться со своим колледжем, со своими одноклассниками. В Бобруйске прозвенел последний звонок. Почему школьники пустили слезу? А также интеграционные процессы, семейный капитал и весомая прибавка. Бюджетникам второй раз за год поднимут зарплату на сколько? Евразийская пятерка в сборе. Президент прибыл в Кремль на саммит ЕАЭС. На повестке интеграционные процессы. Перспективы у Союза колоссальные, но их нужно быстрее притворять в жизни. Александр Лукашенко отметил, странам пора перестать зависеть от западных поставок, развивать собственные компетенции и налаживать производство у себя. Серьезный потенциал у ЕАЭС в сфере энергетики. Также надо эффективнее совместными усилиями противодействовать угрозам на информационном поле. Вчера, когда президент Казахстана говорил о том, что Россия и Белоруссия интеграция настолько близка, что даже ядерное оружие общее, мы обратили внимание, что вы с президентом России в этот момент заулыбались, друг другу руки пожали и о чем-то поговорили. Можете? Да запросто. Когда реже зашла ядерное оружие, честно говоря, я даже из-за акустики это не очень расслышал. А Владимир Владимирович мне говорит, что принято решение по размещению ядерно-тактического оружия в Белоруссии. Он мне об этом сказал. Я говорю, спасибо. Вот о чем шла речь, не больше. На полях саммита белорусский лидер также встретился с зарубежными коллегами и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Мгновение ценой в жизни в Белоруссии стартовала акция «Внимание, дети!». В светлое время суток до 5 июня включительно водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фарм или дневными ходовыми огнями. Штраф до 111 рублей. Особое внимание инспекторы уделят профилактике травматизма. В среднем 80% несовершеннолетних получают травмы на дорогах в теплое время года – с мая по октябрь. Большая их часть – летом, когда дети остаются без присмотра педагогов и родителей. В прошлом году под колеса авто попали 42 ребенка. Чтобы избежать трагедии, ГАИ напоминает – водителям нужно заранее снизить скорость при приближении к пешеходному переходу, оценить условия видимости и обзора. Мельница успеха. В городе проходит 14-й международный экономический форум. Обменяться опытом приехали бизнесмены из 22 стран. Гости из Турции, Пакистана, Египта, Китая, Вьетнама, Палестины, России, Бразилии, Венгрии. Акцент на инвестиции. В этом плане Бобруйск – привлекательная площадка с развитой инфраструктурой и логистикой, а также прочным кадровым потенциалом. О выгодных предложениях Татьяна Горбач. Белорусский инвестиционный форум собирает в Бобруйске более 300 человек. Обсудить перспективы делового сотрудничества съезжаются представители бизнес-кругов и государственного сектора экономики из 22 стран. Руководители предприятий, директора фондов, сотрудники финансовых институтов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Египта, Китая, Вьетнама, Палестины, России, Бразилии, Венгрии готовы к открытому диалогу. Площадкой для брифинга становится областной театр драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича. Безусловно, когда люди видят, что развивается не только столица, развиваются не только областные центры, а инвестиции идут и есть что показать. Об этом сегодня говорит и эта выставка, которая организована в Бобруйске. И, безусловно, инвесторы видят, что нужно деньги концентрировать не в одном месте, а их можно перераспределять на другие города в целом республике. Сегодня форум действительно проходит в офлайн режиме, потому что за два года мы действительно очень соскучились по встрече с инвесторами, с коллегами. Почему выбран Бобруйск? Потому что сегодня мы очень надеемся, в первую очередь, на внутренние инвестора. Мы хотим раскрутить инициативу, внутреннюю инициативу, и у нас много есть задумок для того, чтобы поддержать инвесторов в текущей ситуации. По плану «Один район, один проект» в каждом регионе должно быть построено либо модернизировано предприятие. Задача номер один – увеличить производительность, обеспечить занятость населения и дать людям достойную зарплату. В этом вопросе Могилевская область обладает рядом перспектив. Здесь отлично развит промышленный комплекс, особенно нефтехимия и машиностроение. Государство подставляет плечо, выделяет банковское кредитование и обеспечивает поддержку со стороны органов власти. И это дает результат. Из 120 инвестпроектов почти половина приходится на частный бизнес. Конечно, мы постараемся представить не только город Бабрусь, но и всю Могилевскую область. Нашу привлекательность, наши подходы, нашу доброжелательность. И мы приглашаем всех вкладывать деньги в наш регион, а мы со своей стороны готовы оказать всяческое содействие. Город Бабрусь – крупный промышленный центр Республики Беларусь. Здесь много предприятий, которые не просто развиваются, но и достойно представляют нашу страну на международной арене. Ну и кроме того, здесь сформированы еще целый ряд площадок и предложений инвестиционных, которые мы будем рады предложить нашим инвесторам. Приоритетными направлениями для новых инвестпроектов становятся импортозамещение и расширение возможностей территорий. Сегодня сформирован пул из более 200 предложений. Финансовую поддержку обеспечивают Банк развития и Банки-партнеры. Минэкономике дополнительно выдвинуто более 400 новаторских идей. Совместно с властью и бизнесом прорабатывается их реализация. В помощь правовые акты в сфере земельных, имущественных отношений и архитектурно-строительных вопросов. В Беларуси созданы, на наш взгляд, все условия для работы отечественных и иностранных инвесторов. Мы всегда открыты для диалога с бизнесом. Из любой страны и ведем его честно, открыто и исключительно в рамках правового поля. Так было всегда. Мы всегда старались создавать равные условия и для иностранного инвестора, и для отечественного инвестора. Но будем реалистами. Сегодня мы рассчитывать можем только на себя. 14-й Международный экономический форум «Мельница успеха» собирает более 200 участников. В фокусе внимания – знакомство с инвестиционными и инновационными проектами Могилевской области. Акцент на сферу туризма, архитектуры и строительства. По Бобруйску подготовлено около 20 перспективных предложений. Здесь же подписывают ряд протоколов, намерений и соглашений о сотрудничестве. Подробнее об этом и не только расскажем в воскресенье в итогах недели. Не пропустите. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Финансовый рынок, единый реестр и тихая охота. В Беларуси растет число укусов клещами. Сколько зафиксировано случаев? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Насбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 31 мая ее размер 9,75% годовых. Сейчас показатель составляет 10. Следующее решение регулятор примет, исходя из фактической и ожидаемой инфляции. Также будут оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В Беларуси принято более 67 тысяч решений о досрочном использовании семейного капитала. Сумма почти 30 тысяч рублей. Большинство средств идут на улучшение жилищных условий. Можно оплатить также образовательные и медицинские услуги. С 2015-го многодетными открыто свыше 125 тысяч депозитных счетов. В стране с 2024-го вводится онлайн-регистрация недвижимости. Перевод административных процедур Национального кадастрового агентства в электронный вид существенно упростит процесс подачи документов и получения решения. Такой возможностью смогут воспользоваться физ и юрлицам, а также ИП. Уже с октября специалисты начнут тестировать работу системы. Бюджетникам второй раз за год поднимут зарплату. На повышение влияет размер базовой ставки. Ее очередное увеличение планируется в дальнейшем. В 2023-м на эти цели выделено 15 миллиардов 600 миллионов рублей. На 16% больше, чем в 2022-м. Вырастет также и минималка. В январе, напомним, сумма составила 554 рубля. В Беларуси растет число укусов клещами. Только за последние несколько месяцев зафиксировано более 2000 случаев. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Тенденция может продолжиться. Из-за раннего потепления паразиты стали активны уже в конце зимы. Они переносят различные заболевания. Самые опасные – энцефалит и лаймборелез. Пора прощальная, пора печальная. В Бобруйске прозвенел последний звонок. Фартук, банты, цветы и слезы – главная составляющая этого дня. Больше тысячи горожан получили путевки во взрослую жизнь. Наша съемочная группа разделила такой важный и ответственный день со школьниками. Они молоды, наивны и полны сил. Они мечтают стать медиками, юристами, педагогами, менеджерами. Но здесь и сейчас они – выпускники. Из родных школьных стен выпорхнули без малого 1200 учеников. Ребята прошли непростой, кропотливый путь длиною в 11 лет. Хотела бы сказать спасибо маме за то, что она прошла со мной этот тяжелый путь все эти 11 лет. Мне сегодня достаточно грустно расставаться со своим колледжем, со своими одноклассниками, одногруппниками. Грустно расставаться и с учителями, которые много в меня вложили. Бессонные ночи и трепет в такой волнительный и насыщенный на события день школьники при параде. Круженные фартуки, белоснежные банты, выглаженные рубашки и счастливые лица – главный атрибут праздника. С самого утра молодежь выстраивается на торжественную линейку в школах. Родители не сдерживают слез. Ребенок превратился во взрослого человека. Сегодня заканчивается детство и начинается взрослая жизнь. Для меня в 11 лет были и счастья, и трудности. Но это, наверное, самые лучшие года, которым мой ребенок провел в школе. Сразу после школьных мероприятий детей ждут на городском празднике последний звонок. Пока все собираются на площади Победы, ребята оттачивают номера. Мама, мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Последний звонок и выпускные вечера в Беларуси посвящены Году мира и созидания. Вначале – совместное исполнение гимна. Славься, Терми, наше светлое имя. Славься, народа, Украинский союз. После – дань памяти и уважения людям, которые подарили мирное небо. Школьники возлагают цветы коллеги Роев и танку Бахарова. Дальше в программе – поздравления от творческих коллективов города. Здесь согреет нас доброе слово. Свои заслуженные награды здесь получают одаренные дети, их родители и педагоги. Выпускница средней школы номер 27 имени Веры Захаровны Харужей. И, конечно, ставший уже традиционным школьный вальс. В продолжении особого дня все школы выстраиваются в праздничную колонну. Гордо и весело выпускники идут по центральным улицам. Крутая, крутая, гимназия вторая! Следующая точка – площадь Ленина. Здесь тоже целая программа. 11-ти классников встречает весь город. 25 мая 2023-го в памяти этих ребят останется навсегда. Это радостный и в то же время грустный праздник практически для каждой семьи. Праздничный день, радостное настроение. Я детям уже сказала, они у меня самые любимые, самые замечательные. Но расслабляться рано. Впереди еще много работы. Выпускники уже ощутили на себе новшество вступительной кампании. Абитуриенты сдали два централизованных экзамена. Впереди – тестирование по одному предмету и вступительная кампания. Нам есть чем гордиться. Среди наших учащихся основными достижениями этого года стали победы в заключительном этапе республиканской олимпиады, победы в исследовательской деятельности, многочисленные победы в спортивных соревнованиях. Сюрпризы на этом не заканчиваются. Рука об руку, как и все 11 лет учебы, дети, родители и педагоги встают в один ряд. И праздничным флешмобом в очередной раз доказывают – успех – это работа команды. К мечте можно приблизиться, только если рядом есть поддержка, уважение, труд и любовь со всех сторон. Кристина Ориянца, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Пыль стал бом. В Бобруйске прошли соревнования по автомодельному спорту. Сюда съехались сильнейшие участники с разных уголков Беларуси. Порядка 40 человек соперничали в классах радиоуправляемых моделей. Первый день – внедорожные гонки, второй – шоссейные. Заезды как в командном зачете, так и личном. В рамках 21-й республиканской спартакиады «Техноспорт». Все мальчики в основном, хотя и девочки у нас тоже есть, интересуются автомобилями. Это уменьшенная конструкция настоящего автомобиля, поэтому они хотят узнавать, пробовать. Ну, плюс адреналин, гонки. От Бобруйска в состав команды Могилевской области вошли четыре спортсмена. По итогам гонок наши заняли третье место. Второе – у Минского региона. Первое – взяла столица. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова